Моряки часто инвестируют заработанные деньги в приобретение недвижимости. С какими рисками сталкиваются моряки во время приобретения ее? В частности, в Одесском регионе и в целом в Украине. Риски как в Одесском регионе, так и в целом в Украине примерно одинаковые. Здесь можно сказать про специфику моряков, как субъектов этих правоотношений. А именно то, что моряки, как известно, длительное время находятся в рейсах. То есть большую часть своей жизни они проживают, можно сказать, не в Украине. Они немножко оторваны от нашего социума, меньше видят наши новости. Вот эти все, которые мы видим, когда рассказывается о недобросовестных застройщиках, о заброшенных стройках, обманутых инвесторах и так далее. То есть поэтому можно сказать, что они где-то более, наверное, доверчивые все-таки в этих отношениях. И поэтому, ну, стоит для них озвучить отдельно, чтобы они понимали, как свои деньги вкладывать, куда, что делать для того, чтобы убедиться, что их труд, да, который, ну, выражается в денежном эквиваленте, не пропал зря и что-то останется им и их детям. То есть, вот, как бы, хотелось бы пояснить по этому поводу следующее. То есть застройщиков, в принципе, у нас можно разделить на две большие категории. Это добросовестные застройщики и недобросовестные. Ну, если с недобросовестными все, как бы, однозначно сразу понятно, да, то есть это, как правило, мошенники, которые завладевают деньгами инвесторов и распоряжаются по собственному усмотрению, да, то есть, в принципе, как бы, ни стройка не происходит, обычно не отведение земли даже под эту стройку, нету ни котлована, ничего, просто завладели максимальным количеством денег, которые смогли и скрылись. То есть речь идет об инвестировании в долевом участии, да? Да, да, именно инвестирование в строительство, именно долевого участия, да, пай, да, накопление. То есть недобросовестные застройщики бывают, возникают, как бы, по ходу, да, самих правоотношений, то есть когда-то они были добросовестными, построили там несколько объектов, вроде бы все хорошо, а на, скажем так, следующем объекте произошел казус, денег не хватило, потому что их разворовали, ну и, следовательно, опять же, концы в воду. Но это мы говорим про недобросовестных, то есть как можно проверить недобросовестного застройщика? То есть прежде всего необходимо воспользоваться общедоступными реестрами украинскими, то есть это реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, то есть введя наименование юрлица застройщика, можно проверить, находится ли этот застройщик в процессе ликвидации. Не находится. Если он находится в процессе ликвидации, то однозначно с таким застройщиком нельзя никаких в правоотношения, никакие вступать, никакие денежные средства передавать, никакие договора заключать. Потом следующий момент, это проверка по реестру судебных решений. То есть если застройщик недобросовестный, у него уже возникали конфликты с другими инвесторами. По другим стройкам, например. Да, по другим объектам или по тому же объекту, может это быть, неважно. То, следовательно, это оставляет свой шлейф в виде судебных решений, судебных разбирательств, которые также можно в реестре посмотреть. То есть есть уже какие-то ухвалы, какие-то определения в этом деле, постановления и так далее, по которым можно понять суть этого дела. То есть то, что люди обращаются, допустим, они захотели, инвестировали несколько лет назад, видят, что ничего не происходит, захотели вернуть свои деньги, обратились к застройщику. А застройщик либо вообще их не воспринимает, не общается с ними, либо там кормит завтраками годами, но денежные средства не возвращает. Следовательно, люди вынуждены обратиться в суд за защиту своих прав, для того, чтобы взыскать свои денежные вложенные средства. И в таком случае, естественно, если мы видим, что есть такие дела, то опять же возникает вопрос, что это недобросовестные застройщики. С таким недобросовестным застройщиком в договор инвестирования заключать нельзя, в отношении вступать нельзя, денежные средства передавать опять же нельзя. Следующая категория – это добросовестные застройщики. Как ни удивительно, но и добросовестные застройщики в Украине имеют свою специфику. А именно, сколько мне приходилось за свою практику в виде договоров инвестирования, возникает всегда один и тот же вопрос. А когда же переходит право собственности инвестору? То есть лицо, которое заплатило деньги, выкупило свою долю в этой недвижимости и имеет право на оформление в свою собственность. То есть, как ни странно, у нас большинство, абсолютно большинство, то есть, не знаю, 99% застройщиков, очень сильно обдят именно свой интерес. То есть, не защищают интересы инвесторов, да, там, или как-то компромиссные решения находят, а именно свой интерес. В чем это выражается? Фактически, во всех договорах инвестирования предусмотрен такой пункт, что право собственности переходит инвестору после выплаты 100% накоплений, да, то есть, стоимости этой недвижимости в соответствии с договором, и после введения этой недвижимости в эксплуатацию. То есть, ну, перебью, оплата может быть до введения эксплуатации? Прямо человек, как вот, до 100%? Да, конечно. По идее, к нему должно перебить. То есть, для того, чтобы получить право собственности, два обязательных условия, да, то есть, они могут быть одно раньше другого, это не важно. Вместе, одновременно, но раньше другого, это, ну, не суть, как важно. Но факт в том, что должно быть выплачено на накопление 100%, да, то есть, полностью оплачена эта недвижимость в соответствии с договором, и эта недвижимость должна быть введена в эксплуатацию. То есть, это обязательный момент, потому что без введения в эксплуатацию, даже если оно внешне выглядит здание готовым, коммуникации подведены, там, ну, все сделано, да, там, ремонт вплоть там сделан, да, косметический, то все равно проживать там нельзя, так как это не является объектом недвижимости само по себе. Пока оно введено в эксплуатацию, да? Именно, да, и невозможно зарегистрировать на невведенную в эксплуатацию объект право собственности, соответственно. То есть, это не объект недвижимости, это до введения в эксплуатацию, в принципе, это какая-то кучка стройматериалов, да? Объект, зависший в воздухе, который нельзя ни продать, ничего с ним сделать. Потому что я вот тоже сталкивался с такой ситуацией, я хотел инвестировать в такую же недвижимость. На этапе строительства я внес аванс, но потом почему-то постфактум, как обычно это получается, начал разбираться, взял вытягив все. Оказалось, что этот объект строился на земле, который не предназначен для строительства многоквартирного дома. Это была земля МЧС для обслуживания соответствующей всей инфраструктуры. То есть, я пришел к застройщику и задал вопрос, а как вы в эксплуатацию ведете? На что у меня был ответ, ну вы сами знаете, как в Украине все вводится в эксплуатацию. Я говорю, ну а где гарантии? Ну, говорит, никаких гарантий, не нравится, забирайте аванс и идите. Ну, я, соответственно, забрал аванс и в итоге, после этого у меня знакомый там купил, года полтора или два, там не было ни газа, ничего не могли ввести в эксплуатацию из-за назначения земли. Я вам больше скажу, да, при проверке, обязательно, если вы собираетесь заключить договор инвестирования, надо выяснять, да, есть ли проект, есть ли разрешение о начале строительства, да, то есть, необходимо застройщик должен получить такое разрешение, есть ли договор аренды или купли-продажи земельного участка, на котором происходит строительство, потому что у нас доходит до того, что земля находится вообще, там, другому субъекту принадлежит и находится, допустим, в ипотеке, да, то есть залоге под кредит, и при этом на ней происходит строительство, фактически строительство на земле, которое принадлежит другому лицу, да, то и то, что построено, принадлежит другому лицу. Соответственно, у нас возникают такие казусы. Вернемся к тому, как бы, с чего я начал именно по специфике договоров инвестирования, то есть моментом, когда переходит право собственности, должно наступить два момента. Это оплата пая и ввод в эксплуатацию, да, оба этих момента должны присутствовать одновременно. Значит, в договорах инвестирования 99% застройщиков предусматривают такую вещь, как ввод в эксплуатацию, предполагаемый ввод в эксплуатацию. О чем это говорит? То есть пункт гласит, да, вы получаете право собственности после ввода в эксплуатацию в объекты недвижимости, но предполагаемая дата, 4 квартал, допустим, 2020 года, то что такое предполагаемое? Это, по сути, никогда. То есть получается, что застройщик несет никакую ответственность. Это не мошеннические действия с его стороны, вы подписали такой договор, да. С него невозможно выбить деньги, он соблюдает условия договора, да, как бы, ну, предполагаемая дата. Но может это будет 2 квартал 2090 года, может 4 квартал 90, да. То есть это абсолютно размытое понятие. Даже те застройщики, там не буду называть, чтобы антирекламу не делать, да, но те вот застройщики, которые у нас там гиганты в Одессе самые крупные, у них точно такой же пункт в договоре содержится. То есть что в данной ситуации сделать? Переломать систему фактически невозможно. Однако я считаю, если бы инвесторы поднимали этот вопрос почаще, что все-таки давайте какую-то там гарантированную дату. Ведь если я не занесу деньги вовремя, свой пани буду выплачивать вовремя по графику, у меня будут штрафные санкции, да. А если вы дом построите через 100 лет или никогда не построите, то к вам никаких санкций применить нельзя, да, если вас спросить нельзя. Поэтому вот это очень важный момент, чтобы люди просто, это не только моряков касается, в принципе, и остальных инвесторов вставали, защищали свои права как потребители, акцентировали на это внимание. Ну перестанут этих застройщиков приобретать недвижимость, да, застройщики по этой причине. Застройщики будут вынуждены менять политику. По сути даже у этих застройщиков, мы говорим про добросовестных, да, которые исполняют свои обязательства, там, многих, многие из них исполняют даже досрочно, раньше, чем там обещали предполагаемый срок. Но тем не менее у них есть такая страховочка. Они могут построить 150 там каких-то жилых комплексов, а на 151-м споткнуться, на этом 151-м комплексе люди останутся без денег и без жилья. По той или иной причине, по объективности, субъективности, неважно. Такая ситуация может быть. Потом, смотрите, следующий момент очень важный. Сейчас стало, так сказать, модно приобретать недвижимость на территориях, на которых ее невозможно строить, да, жилую недвижимость, так сказать, на территориях, которые невозможно строить. То есть это приморская зона, да, то есть там есть соответствующие ограничения, там могут находиться в 200-метровой зоне только объекты рекреационного направления. То есть это обычно апартаменты, апартаменты, да, всякие, без прописки. Да, вот я к вам к этому подхожу, да, то есть это называется у нас апартаменты, номер гостиницы, антресоль, склад, подсобка, как угодно, кроме как недвижимость. Лодочный бокс. Да, да, лодочный бокс, там, это, причал, как угодно, берегоукрепляющие сооружения, в общем-то. То есть это первый момент, который может привлечь не то, что там, по сути, то, что невозможно привести это в жилой фонд или очень сложно. То есть можно только привести по каким-то схемам, да, скажем так, не вполне законным в жилой фонд. Ну это один вопрос. Вопрос второй, что в принципе, в случае чего, ну у тебя был сараль, у тебя была там антресоль, ну никто тебе не дас за эту квартиру полноценное потом жилье, да, компенсацию, ну не дай бог случилось там какое-то там землетрясение, наводнение. Ну либо просто этот объект решили снести, потому что там что-то захотели построить, то равноценно уже не дадут никогда. Конечно. Потом следующий момент, сейчас тоже с целью удешевления строительство стали строить за чертой города. Да, то есть это наши районы, так сказать, приближенные, Ведеопольские, Беляевские, Лиманские районы. То есть вот как бы за границами города Одессы, да. Вот мы, допустим, знаем такой большой жилой комплекс, Натаирово, да, не будем его называть, где люди живут в очень смещенных условиях, живут в принципе в Ведеопольском районе. На все вопросы там полиции, скорой помощи, школы, детского садика, им говорят, едьте в Ведеополь, товарищи. То есть уже проблемы возникают с этим. Ну это еще не все проблемы, так как за чертой города разрешено строительство только до 4 этажей. Ну насколько мы все видим, за чертой города строится далеко не 6 этажей, да, там как правило там хотя бы там 9-10, то и выше, да, объекты. Следовательно, опять же, это нежилой фонд, до 4 этажа может быть жилым фондом, дальше все это называется антресолями, апартаментами, номерами, техническими помещениями, то есть как угодно, и опять же это может нести негативные последствия, да, там какая-то, ну как у нас говорят, узаконка, это конечно очень хорошо, но априори нельзя узаконить то, что было изначально незаконно, да, то есть какие-то серые схемы, которые позволяют формально перевести эту недвижимость из нежилой в жилую, но опять же это все может потом рассыпаться в суде, допустим, если будет кто-то протестовывать этот момент, да, то есть местная, допустим, администрация. Ну, в общем, гарантии людей тоже достаточно такие хлипкие, да, на ситуации. То есть вот на что в основном надо обратить внимание, то есть добросовестные и недобросовестные застройщики, то есть прежде всего проводить мониторинг, лучше всего все-таки обращаться к специалистам, да, то есть это к юристам, которые специализируются на этих вопросах, которые смогут квалифицированно проверить все по реестрам, навести справки, да, все юристы между собой как бы общаются, да, там пообщаться где-то в коллективе, узнать за этот объект и дать уже квалифицированный совет, стоит, не стоит. Но опять же, сколько к нам обращаются, ввиду того, что в договорах прописывается инвестирование, прописывается пункт о том, что предполагаемая дата ввода в эксплуатацию, мы, к сожалению, фактически ни одному своему клиенту посоветовать не можем, потому что если возникнет ситуация и застройщик не впишется в предполагаемую дату, то человек нам может задать вопрос, а как же у него посоветовали заключить такой договор, хотя мы понимаем, что такие договора, ну, фактически 100%, то есть редко там какой-то маленький может застройщик, который там какие-то единичные объекты делает, предусматривает там в силу не обращения к юристам, ну, не знаю в силу чего, ну, не предусматривает этот пункт, а пишет четко, да, там четвертый квартал, там второй квартал, первый и так далее, какого-то года мы гарантируем, что будет введено в эксплуатацию до этого периода, и вы получите право властности там в течение, допустим, там, недельного месячного срока с этого момента, в случае выплаты накопления, соответственно. То есть, Иван Александрович, я правильно понимаю, что по сути подобные договора не гарантируют ни от какого самого добросовестного застройщика и никаких сроков исполнения, да, но моряку, либо членам семьи в идеале проверить там законодательство, да, что нужно для ввода в эксплуатацию, сравнить с документами, которые есть у застройщика, посмотреть все ли у него соответствует, чтобы хотя бы на законодательном уровне все было чисто, и перспективы, и шансы ввести в эксплуатацию у застройщика были максимально приближены к 100%. Посмотреть разрешительные документы, поставить документы на землю, то есть, если так тезисно говорить, посмотреть реестры, то есть, реестр юридических лиц и реестр судебных решений. А, вопрос такой, бывают ли такие ситуации, что, к примеру, у застройщика один бренд, да, какой-то известный бренд, но отдельное строительство начиналось на отдельную фирму, чтобы, например, если по одному объекту какие-то проблемы, к другому не было претензий, то есть, вот даже по регистрам. Ну, я вам скажу, это вообще практика наших строительных компаний повальная, на самом деле. То есть, как правило, мы видим просто торговую марку, да, это наименование какое-то там, ну, мы не будем называть из действующих, дабы. То есть, а юрлицо совсем другое, да? А юрлицо сегодня одно, через полгода второе, через еще полгода оно совершенно третье, да, оно просто использует этот бренд красивый, да, какой-то раскрученный уже. Ну, соответственно, для того, чтобы не было претензий, для того, чтобы уйти от оплаты налогов, в частности, да, то есть, возникают какие-то налоговые обязательства, компания такая либо ликвидируется, ну, ликвидировать ее сложно, если есть обязательства перед государством по оплате налогов и сборов. Ну, перекидывается, да, то есть, находится формальный новый участник, на которого переводится, он становится единственным, да, за определенное вознаграждение, которому все равно в жизни терять нечего. И, в принципе, все дальнейшие претензии могут быть только к нему. Поэтому здесь как бы все равно, ну, все равно надо видеть, почему, потому что история-то всплывает, все равно звучит вот это вот наименование, то есть, по реестрам все это можно все равно отследить с этим моментом. То есть, четко смотреть наименование юрлиц, кто в договоре, кто в рекламу дает, то есть, и по факту, кто перед вами обязательствует. Конечно, то есть, бывали такие случаи, ну, тут уже Николай Николаевич больше в это углубится, в такие моменты. То есть, бывали такие случаи, что даже лицо, которое вообще не является застройщиком, давало рекламу, получало инвестиционные деньги, рассказывало, вот здесь будет стоять дом, там, 25 этажей, принимало денежные средства и только через годы оказывало, что это лицо вообще не застройщик, ничего строить не собиралось. Это просто мошенники. То есть, я так понимаю, Николай Николаевич, это была какая-то риэлторская фирма, которая взяла все риски и обязательства, да, деньги через себя прогнала, а строил вообще какой-то другой подрядчик, да, который не фигурировал в договоре. Даже вопрос не в том, что строил, тут были такие случаи, что вообще никто ничего не начинал. Была красивая вывеска, снятый очень красивый рекламный ролик, рекламные проспекты и так далее, то есть, люди приходили, им показывали какие-то документы сомнительной, скажем так, законности. Люди, которые разбирались в этом, естественно, уходили, люди, которые не очень хорошо в этом разбирались, оставались, приносили деньги, ждали и в итоге оставались без денежных средств, без жилья. Да, фирмы, как оказалось, были оформлены там на лиц, иногда даже с иностранной пропиской, гражданством, или там лица без постоянного места жительства и так далее. То есть, это мошеннические схемы, когда никто никогда ничего не собирался строить, но входил в доверие к лицам, рассказывали, что вот мы сейчас построим, вот у нас огромные планы, амбиции будем строить, люди приносили деньги и в итоге оставались без ничего. Поэтому таких лиц надо очень внимательно проверять, особенно, когда кричащая реклама, особенно, когда очень, скажем так, очень предложения очень выгодные. Чересчур выгодные в отношении остального уровня, да? То всегда фирма, которая строит, то есть, она должна получать прибыль. И если жилье продается, но очень дешево, в очень хорошем районе, то, наверное, здесь что-то уже не то. Надо быть очень внимательным именно в таких случаях. То есть, анализировать еще и инвестиции, и доходы, и расходы. То есть, надо понимать, что строительство что-то стоит. Для того, чтобы что-то построить, надо что-то заплатить. Это и строиматериалы, это и работа, специалисты, проекты и так далее. Да и сама земля дорогая в хорошем месте. Наверное. И все это стоит денег, конечно.